Когда болельщики Реала уже успели разочароваться в Венисиусе, клуб возглавил Карло Анчелотти. Тренер нанял игроку-психолога, выработал к нему индивидуальный подход, и у этого наставника бразильский вингер вдруг заиграл. Да еще как! Выдал лучший сезон в карьере, забил победный мяч в финале Лиги Чемпионов, и теперь его котируют как одного из лучших в мире на своей позиции. Только ради этого Пересу стоило возвращать папу Карло в Мадрид. Не такая уж и редкая ситуация. Футболист играет на каком-то определенном уровне, от него уже не ждут прорыва, но команда меняет тренера или игрок переходит в другую команду, и под руководством нового специалиста резко выстреливает. А по окончании карьеры выясняется, что свою лучшую игру он показывал только под началом этого наставника. Не намекаем на Венисиуса, но так тоже бывает. Это топ-10 игроков, которые стали звездами под руководством конкретного тренера. Как всегда, мы постарались выбрать самые яркие примеры. Перед началом, во-первых, напомню, что во вторник стартовал новый сезон шоу «Битва поколений», теперь про лучшее поколение сборных. В первой игре встретились Бельгия, Дебрёйна и Азара против Франции, Дашама и Зидана. Оцените на канале. Начнем с Антонио Рюдигера, которого никто не называл одним из лучших защитников мира до перехода в Челси и работы с Томасом Тутелем. Немец к тому моменту хоть и вызывался в сборную, но играл там далеко не всегда. А в его клубной карьере были Штутгарт и Рома. Ну, не супер. В Англии Рюдигер поначалу не спешил прогрессировать, не входил в топы лиги по ключевым защитным показателям, а с приходом Лэмпорда вообще выпал из основы. На его счастье, в середине сезона 2021 Фрэнки уволили и назначили Тухеля. Томас сразу сделал Рюдигера ведущим ЦЗ в тройке защитников, который часто подключается в атаку. «Да, в прошлом сезоне я хотел уйти, но затем пришел Томас, а остальное — история. Он открыл для меня новую дверь», — признавался Тони. Что же сделал Тухель? Он предложил систему, в которой Рюдигер получил важную роль. Реализовались два козыря этого игрока, которые предполагают выдвижение из оборонительной линии. Это, во-первых, рисковая игра без мяча, мне нравится высоко прессинговать, прессинг в моем ДНК, тренер поощряет это и дает мне свободу. Во-вторых, подключение к атакам. Помним классные голы Рюдигера и заработанные пенальти, которых в последнее время было аномально много для защитника. Страхует немца многоопытный Тьяго Силва, и это тоже важная часть тренерского замысла. За исключением некоторых топ-матчей, Челси Тухель действует в доминирующей манере, и это идеально подходит Рюдигеру. Именно при Тухеле Антонио дважды подряд попал в символическую сборную Лиги Чемпионов. При Тухеле он стал регулярным участником топов АПЛ по различным показателям, да и вообще стал одним из лучших защитников в мире. Жаль, что эта история закончена. Посмотрим, получится ли у игрока в реале, сможет ли Анчелотти также эффективно использовать его плюсы. Ну а уже сейчас можно с уверенностью утверждать. До работы с Тухелем Рюдигер мог уйти из Челси максимум на плавное понижение, как условный Курт Зума. Был, кстати, у Антонио вариант с Тоттенхемом, как говорят. А облеснув в системе Томаса, немецкий ЦЗ на мега-хайпе смог договориться с лучшим клубом континента. Девятую позицию разделили Ахмед Муса и Мартин Эдегар, которых раскрыл Леонид Слуцкий. Да-да, нынешняя звезда Арсенала в сезоне 18-19 наконец-то вышел на новый уровень во взрослом футболе Витессе, который тогда тренировал Лео из России. Но сначала коротко напомню историю Мусы. Собственно, Ахмед сам все четко объяснил в интервью. «Я пришел в ЦСКА совсем сырым игроком. Слуцкий возился со мной как с ребенком. Благодаря Леониду Викторовичу я узнал о футболе столько нового. Как лучше открываться, дергать защитников, в целом двигаться по полю. Слуцкий сделал из меня футболиста». Рассказал Муса за несколько месяцев до перехода в Лестер, куда его продали за сумму в 4 раза больше закупочной. Действительно, у нигерийца было очень приблизительное понимание тактики. За что, как поговаривают, первое время его даже ненавидели партнеры. Но больше всего ужасала его реализация. Тем не менее, Слуцкий упорно пробовал Ахмеда в нападении, а не на фланге полузащиты, где можно брать только одной скоростью, которая была единственным сильным качеством молодого футболиста. Доученный Слуцким Муса мог бы всю карьеру быть звездой РПЛ, но захотел попробовать себя уровнем выше. И уровень этот, к сожалению, не потянул. Да и вообще, после ЦСКА так же круто нигде не играл, даже в Саудовской Аравии. А при Леонид Викторовиче получил звание лучшего нападающего Нигерии. А вот Эдегар, карьере которого решающий толчок дал Слуцкий, в итоге вышел на орбиту АПЛ. Давайте вспомним его историю. Реал купил талантливого норвежца, когда ему было только 16. Эдегар играл за Кастилью, а потом ушел в аренду в Херенвен, где не блистал. Многие уже начали считать Эдегара распиаренным, но довольно слабым футболистом, как условный Хашим Мастур. Но в новой аренде норвежец попал к Слуцкому и совершил суперпрорыв. Российский тренер рассказал, что главной проблемой Эдегара была психология. От него, как от парня, который бы в совсем юном возрасте забрал Реал, слишком многого ждали. И эти ожидания давили на Мартина. Слуцкий с помощью бесед смог снять этот стресс, и тогда норвежец начал показывать, на что способен. Для игрока творческого амплуа особенно важно чувствовать себя в игре легко и свободно. Плюс Лео доверил ему важную роль в центре поля, и пошло. Мартин сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и раздал 12 голевых передач. Был признан лучшим игроком Эри Дивизи в апреле, попал в итоговую символическую сборную чемпионата. Был признан лучшим игроком сезона в Витессе. Было очевидно, что он перерос голландское первенство. И на следующий год, в третьей своей аренде, уже в Ла Лиге, Эдегар показал, что готов к топ-уровню. Его включили в сборную открытия испанского сезона. Через год он перешел в возрождающийся Арсенал, и сейчас там один из лидеров. Слуцкий рассказывает, что до сих пор на связи с игроком. Наверняка тот говорит нашему наставнику «Спасибо, Лео». Ведь если бы не встреча с тренером, через несколько лет в карьере Эдегара мог вполне быть Тульский Арсенал, а не Лондонский. На восьмой позиции Тео Эрнандес, которого раскрыл в Милане Стефано Пиоли. Младший из Эрнандесов первый свой сезон в топ-лиге провел за Алавес, куда родной Атлетика отправил его в аренду. Перейдя в Реал, Тео испортил о себе мнение фанатов матрасников, но ничего особенного не приобрел ни в карьерном, ни в игровом плане. Основным он не стал и отправился в новую аренду, в Реал Соседат. Типичный карьерный путь талантливого парня, который не тянет большие клубы. Распрощаться с таким имиджем Эрнандесу удалось только под руководством Пиоли. Тео при нем превратился в суперзвезду. В первом же сезоне был назван игроком года в клубе, стал для защитника много забивать, был вторым по средней оценке в команде после Ибрадимовича. В следующем сезоне Эрнандес опять второй человек после Ибры, а в последнем первенстве у Тео 5 плюс 6 по гол плюс пас, включая важнейший мяч с Аталантой в предпоследнем туре. Очень красивое соло. Кстати, этот мяч был признан лучшим в прошедшем итальянском сезоне. Тут важно понимать, что тренер не совершил чудо, но искусно прикрыл слабые стороны Эрнандеса. У француза большие проблемы с позиционной защитой, но команда тем меньше страдает от этого явного недостатка, чем больше Тео атакует и созидает. Эрнандес при Пиоле получил очень много свободы и стал почти плеймейтером. Тащит мяч сам, много обостряет, сам реализует, ну и пасует на партнеров. Играет в атаки очень разнообразно. Именно Пиоле разобрался, что в этом сила Эрнандеса и вытащил наружу лучшие качества игрока. Характерно и то, что за сборную Франции Тео первый раз вызвали из команды Пиоле, и младший Эрнандес стал играть по 90 минут за трехцветных. При том, что конкуренция там безумная. Седьмой Келвин Филлипс, который сейчас, пройдя школу Бьелсе, за огромную сумму перешел в Ман-Сити. А еще пару лет назад широкая аудитория ничего про этого игрока не знала. Келвин делал непримечательную карьеру на уровне чемпионшипа. При этом Филлипс тогда играл центрального полузащитника. Но летом 2018-го Лидс возглавил Марсела Бьелса и сразу опустил Келвина ниже, на позицию опорника. А в определенный период ставил Филлипса даже центральным защитником. Вот забавное воспоминание англичанина. Бьелса клал руки на голову каждого игрока и называл их позицию, будто посвящая в рыцаре. Он положил руку мне на голову и сказал «Номер 4». Я ждал восьмерку и оглянулся, как бы говоря «Что?» Я думал, он ошибся. Перейдя на позицию опорника, Филлипс стал быстро прибавлять в оборонительной игре и в воздушных дуэлях. Кроме того, сев по требованию тренера на диету, Келвин сбросил лишний вес, которому сам не придавал значения. И с удивлением обнаружил, что стал гораздо мобильнее. А еще, как сообщает источник издания The Athletic, Бьелса, увидев в Филлипсе системообразующего игрока, сделал его своим личным проектом. Поэтому тренер возился с Келвином больше, чем с кем бы то ни было еще. Перед каждой игрой проводил со своим опорником по несколько индивидуальных тактических занятий. Прикиньте! Все это вкупе дало мощнейший результат. Уже на второй сезон при Бьелсе, когда Лидс выиграл чемпионшип, Филлипс был включен в символическую сборную турнира. После этого получил первый вызов в сборную Англии, а по окончании следующего сезона уже был ведущим игроком трех львов на Евро. В 2021-м футбольная ассоциация признала его лучшим игроком сборной Англии. Прокачка под руководством Бьелсе превратила Келвина из типичного игрока уровня чемпионшипа в английскую звезду. И в этом смысле немного тревожно, что он переходит в Сити, где на позиции опорного хава хорош Родри, и он почти не пропускает матчи по здоровью. Впрочем, возможно, Пеп собирается реализовать вариант с двумя опорниками. The Athletic допускает такое развитие событий. Посмотрим, но удачи парню в новом клубе в любом случае. Шестое место для Луиса Мурреля, который стал настоящим топом только под конец карьеры, когда встретился с тренером Гасперини. А вот талант колумбийца был виден с ранних лет. Его называли феноменом на родине. А после нескольких суперпроходов серии А всерьез начали сравнивать с зубастиком Роналда. Но большого прогресса не было. А в Севилье, которая заплатила за колумбийца почти 30 миллионов, и вовсе случился полный провал. Мурриэль в определенный момент признавался, что устал от того, что он постоянно не оправдывает ожиданий. Я больше не хочу слышать слово иллюзию, потому что постоянно чувствую вину за то, что обманул надежды и всех разочаровал. Я играл в Лечи и вел переговоры с Интером и Миланом. Забивал в Удинезе, а меня хотели Атлетико и Барса. Яркое начало обернулось большим падением. И вот когда футболисту уже было 28, и от него уже мало кто ждал прорыва, Мурриэль перешел в аталанту Гасперини. А там сказка. Луис вдруг стал стабильно приносить результат. В прошлом сезоне вообще был лучшим форвардом мира по затраченному времени на забитый мяч. Вошел в символическую сборную серии А и стал топом по куче показателей. Что же сделал Гасперини? Ну, во-первых, поработал над психологией форварда. Снял излишнее давление, которое преследовало игрока всю карьеру. Добавил уверенности в себе и зарядил амбициями, чего тоже очень не хватало. Мурриэль стал зверем, много работает на тренировках, улучшил форму и убрал лишний вес. Ну а еще Гасперини подобрал форварду идеальную позицию на поле. Нападающий не всегда занимает штрафную. Часто уходит влево, оставляя центр для подключений полузащиты. Но обязательно остается в зоне атаки. Так что в любой момент готов взорваться и на скорости размотать защиту соперника. Попал бы Луис Гасперини чуть раньше, а не под 30 лет. Вполне мог бы быть сейчас одним из лучших футболистов в мире. Друзья, мы находимся сейчас в дворце гимнастике. Здесь проходит ключевое событие в мире спорта и букмедерского бизнеса. Премия РБ, учрежденная рейтингом букмедеров. Портал номер один о спорте и ставках. Ну и пойдем посмотрим, как здесь все проходит. Рейтинг букмедеров – лидер на букмедерском рынке среди спортивных медиа. А первая премия РБ была проведена в 2019-м и с тех пор стала ежегодной. В этот раз участники и гости собрались во дворце гимнастики в Лужниках. А главным гостем церемонии стал экс-форвард Реала, Ман-Сити, Арсенала, Тоттенхем и других топ-команд Эммануэль Адебайор. Мы с ним даже смогли записать интервью. Посмотрите, какое у нас интервью с Эммануэлем Адебайором. Вот так вот. Эммануэль, надо сказать, выглядит очень стильно, да и физическая форма у него отличная. Кажется, мог бы хоть сейчас выйти сыграть за клуб РПЛ и не испортить картины. Кстати, у форварда было сразу несколько предложений из России, но каждый раз что-то мешало подписанию контракта. Ближе всего Адебайор был к переходу в Зенит. Что пошло не так, узнаете в интервью игрока, который мы готовим на эту субботу. На самой же церемонии было действительно масштабное представление. Световое шоу, музыкальная группа, оркестр, театральные постановки. Ну а после была главная для Мяч Продакшн номинация. Лучший спортивный YouTube-канал, которую в этом году учредили впервые. Победителем стал Мяч Продакшн! Эта награда очень ценная будет для нас, и она говорит о том, что мы все делаем правильно. Спасибо всем вам, зрителям Мяч Продакшн, за эту награду. Победители выбирали голосованием, и мы получили заметно больше голосов. Для нас эта награда действительно важна. Слушай, ну знаешь, бывает как, что премию какую-то ты вроде получаешь, и такой, о, уже неожиданно. Но мы ее просто вырвали, как мне кажется. Вообще давно было пора нам ее вручить. Пять лет почти на YouTube, так что я думаю, это достойно. Это премия и наша. Одна из первых из многих. Да, и всех вас, зрителей Мяч Продакшн, спасибо, что нас смотрите. Благодаря вам. Ваша награда. И эта премия случилась. Пятый Ромелу Лукаку, которого вывел на топ-уровень Антонио Конте. 18-летний бельгиец не смог конкурировать с Драгба и Торосом в свой первый приход в Челси. Потом в середняках показал, что может помногу забивать в АПЛ. И в 2017-м бельгийца за большие деньги купил Манчестер Юнайтед. Но вторая попытка заиграть в топ-клубе тоже не увенчалась успехом. Перекачанный центр-форвард был недостаточно резок. Допускал много технического брака и откровенно порол моменты. Казалось, что Интер серьезно рискует, выкладывая за Лукаку более 70 миллионов. Однако клуб знал, что делал. Потому что тренеру Нарадзури очень хотелось поработать с этим нападающим. Я всегда говорил, что Лукаку необработанный алмаз. Теперь я могу приступить к огранке. Сказал Конте после переезда Ромелу в Милан. Бельгийцу пришлось сесть на диету и пройти через знаменитый тренировочный жесткач Конте. Все говорят, будто самая жесткая физика в Англии. Но это не так. Никогда и ни у кого я не тренировался так, как в Италии. Через две недели я нажаловался агенту. Вспоминает Ромелу. Ну а в конечном счете игрок сам почувствовал пользу от тренировок Конте. К тому же ему стало дико интересно, ведь тренер предложил ему новую неожиданную роль. Мобильного нападающего, начинающего движение из глубины атаки. Антонио понял, что за внешним видом супертяжа скрывается центр-форвард с высоким игровым интеллектом. Шаблон был разорван в клочья. Никому и в голову не приходило, что Громила Лукаку может таскать мяч и умно пасовать, как какой-нибудь малыш Инсинья. У Конта бельгиец регулярно сваливался в глубину и на фланг, чтобы набрать скорость и атаковать лицом к воротам. Его слаломы поражали воображение. А еще он освобождал пространство в штрафной для Лаутара, вытягивая на себя центрального защитника. Лукаку признали MVP лиги в чемпионском сезоне Интера и лучшим футболистом Италии. А ценник на него перевалил за сотню. Лукаку никогда в карьере так высоко не котировался, как в прошлом летом. Но в Челси, который согласился отвалить за бельгийца 113 миллионов, у Ромелу снова не получилось. Причину мы уже разбирали на канале. Умнейший специалист Тухель не смог выжить из Лукаку и 50% той пользы, которую игрок приносил команде Конте. Сам Антонио сокрушался и в прессе говорил, что Ромелу неправильно используют. Очень показательно, какую огромную роль в карьере игрока может сыграть тренер. Вон твой папочка. Пошутил как-то Тухель, очевидно, не без оттенка ревности, смотря с Лукаку матч Тоттенхема. Конте больше нет в Интере. Ну, вот и посмотрим, что покажет Ромелу, вернувшись в любимый клуб, но когда оттуда уже ушел тренер, который сделал из него настоящего топ-форварда. Номер 4. Филиппе Каутиньо, который свой лучший футбол стал показывать у Юргена Клопа. Хотя до встречи с немецким тренером 7 лет был на контракте с европейскими клубами, но нигде себя не проявлял. В Интере были аренды, потом Коут не смог впечатлить руководство, в том числе Бенитоса, и уехал еще в одну аренду в Эспаньол. Там Почтино тоже не смог найти оптимального применения бразильцу. Еще полгода в Интере и Нарадзури окончательно поставили на Кутиньо крест. Продали его в Ливерпуль всего за 13 миллионов. Такой ценник на молодого игрока говорит о том, что многого от него не ждали. И действительно, при Роджерсе бразилец ничего сверхъестественного не показывал. Основной игрок, но не звезда. А вот когда команду в 2015 принимает Клоп, в карьере Коутиньо начинается самое интересное. В первом сезоне бразилец устанавливает личный рекорд по гол плюс пас в АПЛ. А потом и вовсе становится лучше в команде по этому показателю. Клоп замастировал недостатки Коута и оптимально использовал его сильные качества. Креатив, технику, дальний удар. И давал полузащитнику столько свободы, сколько нужно было, чтобы вдохновить бразильца. Филиппе либо стартовал с позиции левого полузащитника, много смещаясь в центр и реализуя данное тренером право на любое количество попыток дальнего удара, либо выходил в центре полузащиты и успешно созидал из глубины. Коутиньо в этих тактических ролях стал звездой АПЛ, героем хайлайтов. Его называли одним из лучших игроков лиги и даже мира. Он входил в символические сборные АПЛ и Лиги Европы. признавался лучшим бразильским игроком в Европе. Так что неудивительно, что Барса отвалила за футболиста 135 миллионов евро. То, что было потом, вы прекрасно помните. Барса собиралась использовать игрока по-своему, в частности, надеялась заменить им Ньесту, и из-за этого ничего не вышло. Так, как у Клопа, Коут не заиграл ни в столице Каталонии, ни в Мюнхене. И сейчас за скромные 20 миллионов перешел в Астон-Виллу. Оказалось, никакой он не супер-игрок. Просто система Клопа и тактика Юргена с упором на лучшие качества бразильца делали из него супер-футболиста. Третий — Жоржиньо, которого открыл Мурицо Сари. Бразилиец переехал в Европу в 15 лет. И тут пришлось начинать с низов, с 4-го дивизиона. Тогда его пробовали в центре поля, а по юношам на правом фланде атаки. Потом Жоржиньо, своспитавший его Вероной, вышел в серию А. Далее перешел в Наполе. В первых двух сезонах в составе неоплитанцев Жоржиньо выходил то в основе, то на замену, но играл никак. Был в конце второй десятки в команде по средней оценке. Ну, неприметный персонаж. Но вскоре команду возглавил Сари. И по словам самого Жоржиньо, новый специалист в его футбольной судьбе изменил все. Мурицо превратил игрока в плечевую фигуру позиционного нападения. Жоржиньо уже почти не поднимался выше. Плотно осел в опорной зоне, но его влияние на развитие атак только увеличилось. А качество игры выросло скачкообразно. В футболе Сари со множеством передач бразильский итальянец раскрылся по полной. Очень явный контраст в сравнении с выступлениями того же игрока под руководством другого статусного специалиста в Наполе, Бенитоса. Один клуб, примерно тот же состав партнеров, но два совершенно разных Жоржиньо. Удивительно. Тем не менее, по мировым меркам итальянец все еще был не очень приметным игроком. Даже в серии А индивидуальных наград не получал. И тогда случился второй апгрейд. Сари, когда его подписали в Челси, первым делом позвал своего опорника. В Челси никто не понимал, зачем отдавать 57 миллионов за такого игрока. Но тренер надавил на руководство суперклуба. Настолько для него был важен Жоржиньо. И трансфер оказался успешным. Итальянец сыграл важную роль в завоевании синими трофея Лиги Европы. Жоржиньо включили в символическую сборную турнира. Потом Сари ушел, но и другие тренеры стали ставить игру, опираясь в том числе на лучшие качества Жоржиньо. Как итог, синие вскоре выиграли Лигу чемпионов, а сборная Италии с Жоржиньо — чемпионат Европы. Сам игрок стал суперзвездой, вошел в символические сборные победных турниров, был признан футболистом года по версии UEFA и вошел в тройку лучших на золотом мяче. А случилось бы это все без участия Сари в судьбе Жоржиньо, очень сомневаюсь. Второй Антуан Гризман, ставший звездой у Диего Симеоне. Француз заиграл в Сосъедаде, вышел с клубом в Ла Лигу, но тогда и близко не был европейской звездой. Если в Сан-Себастьяне французы использовали как левого виндера, то в Мадриде Симеоне максимально раскрыл атакующий функционал игрока. Кроме того, Диего научил Антуана классно работать без мяча. Гризмана выпускали и в центре нападения, и в оттяжке, и атакующим полузащитником, и на обоих крыльях атаки. Это одна из фишек Симеоне. Ему нужны универсальные солдаты, чтобы были большие возможности для перекраивания состава по ходу сезона, да и даже по ходу матча. А аргентинский специалист в течение пяти лет выжил из француза 110% его возможностей. Под руководством Симеона Гризман набирал в каждом из сезонов Ла Лиги самое меньшее 23 балла. Признавался лучшим игроком турнира, дважды входил в тройку в голосовании на золотой мяч, да и вообще назывался многими лучшим футболистом мира за исключением инопланетян Месси и Роналду. Ну, только им он часто и уступал по показателям в Ла Лиге. Да и сборной Франции, думаю, не стало бы чемпионом мира без Гризмана, которого так мощно прокачал клубный тренер. Барселона отдала за французов в 2019-м 120 миллионов евро. Но там он потух. Не помогло ни время, двух сезонов более чем достаточно на адаптацию, ни смены тренеров. Три специалиста тщетно пытались реанимировать карьеру звезды. Вальверде, Сетьен и Кумен. Сейчас Антон вернулся к Симеоне, но игроку уже 31, зачастили мышечные травмы. Похоже, лучшие годы позади. И есть полное ощущение, что зря уходил от главного тренера в своей карьере. Останься с Симеоне, вполне вероятно, стал бы для истории еще более важным футболистом. И первый сегодня Тьери Анри. Его раскрыл тренер-соотечественник Арсен Венгер. Впервые они встретились в Монако в 94-м, куда Анри пришел совсем необстрелянным юнцом. Однако с толком и расстановкой заняться развитием 17-летнего таланта Венгер не успел, потому что вскоре он принял предложение из Японии. Анри же отыграл в Монако 5 лет, за которые забил в Суме в Лиге 1 всего лишь 20 мячей. Летом 99-го Тьери перешел в Ювентус и в Турине откровенно провалился. Ему уже было 22 года. Многие специалисты стали говорить, что парень переоценен. Однако так не думал Венгер, убедивший руководство Арсенала отдать за форварда 16 миллионов. Тренер не потерял веру в нападающего, даже когда в первых 7 матчах Тьери не набрал ни одного результативного балла. А после того, как забил в 8-м, опять замолчал на несколько матчей. «Мне приходится заново осваивать премудрости искусства забивать голы», – жаловался игрок на трудности адаптации. Венгер продолжал ставить Тьери на острие. Именно Арсен начал переделывать полузащитников центра форварда еще в Монако. Мы об этом говорили в топе про сменивших позицию. И, в конце концов, сильные качества, которые специалист видел в игроке, открывание и скорость, заработали. Случился качественный прорыв. С 17 голов успел забить Анри в дебютном сезоне АПЛ, в котором до 16 тура у него был единственный мяч. Вскоре Тьери идеально вписался в футбол Венгера. Стал важнейшим элементом команды непобедимых, четырежды выигрывал гонку бомбардиров, дважды брал золотую бутцу, был вторым и третьим в голосовании на золотой мяч и вошел в список FIFA 100 лучших игроков в истории. Потом ушел в Барселону, с которой осуществил свою мечту, выиграл Лигу чемпионов. Но его роль в команде Райкарда, а позже и Гвардиолы, была уже не так велика. Лучшую версию Анри мы видели у Венгера. Арсен был для меня как отец. Впоследствии признавался Тьери. Вот так, ни много ни мало. Друзья, у нас есть кандидаты для второй части этого топа, так что, если вам понравилось, во-первых, ставьте лайк и делитесь этим видео, а во-вторых, пишите в комментариях, кто еще подходит под критерии сегодняшнего топа. И, возможно, мы сделаем вторую часть. В нашей телеке завтра обсудим, какой тренер из сегодняшнего выпуска дал своему игроку наибольший буст. И напоминаю про новый сезон шоу «Битва поколений. Сборные». Вам должно понравиться, вот тут оцените. Как и бомбический выпуск шоу «На выезд» про Энфилд. Ну и наш последний, кто круче, про сравнение Анчелотти и Мориньо неожиданно. Санч Ровлев, Мяч Продакшн. Пока!